Что с собой взять в UK? Деньги побольше. Еще бы советовал документы. Деньги, документы. Если есть возможность, то переведенные квалификации. Хотя нет, квалификации не надо переводить, просто их взять с собой. Потому что переведенные вам никто не примет. А вот просто квалификации взять с собой. Вы будете, возможно, удивлены, но даже латвийской квалификации очень многие принимаются в Англии. Например, если, предположим, вы были воспитателем, где-нибудь в садике работали в Латвии, получали какие-то небольшие деньги, здесь вы приедете с этим сертификатом, вам его переведут и приравняют к образованию в Англии. Согласен, здесь точно вам несколько градаций сделают ниже. Например, у вас, предположим, шестая категория была, левел год в Латвии по образовательным. Здесь вам приравняют, предположим, к третьему. Но даже третий, это уже какая-то бумажка, которая здесь котируется. А, например, воспитателями здесь место точно есть. Потому что дети рождаются, это постоянно процесс. И, соответственно, воспитатели, учителя требуется. То есть брать какие-то справки об образовании, то есть желательно на английском языке, наверное, да? Ну, если есть, конечно, если... Ну, как, то есть если вам в Латвии выдавали их на английском, то, конечно, брать английскую версию. Нет, ну, в Латвии люди же там из России приезжают, из Украины, из разных стран. Ну, если есть возможность на английском, то берете на английском. А как-то можно здесь уже перевести, перекодировать? Да, есть такая компания, смешное название, по-русски звучит Нарик, она в Лондоне находится. То есть там отправляете, и они переводят. То есть услуга стоит... Когда последний раз не интересовался, но это было 3-4 года назад, наверное, это было 100 фунтов. Нарик переводят. Да, Нарик переводят вам документы. Но потом было, ну, то есть очень приятно. Даже на моей практике был случай, когда вот как раз про воспитательницу. Она работала в садике, ее так, ну, наезжали уже, типа, женщина какая-то, приехала без образования, да чем ты можешь подтвердить. И ей практически ее вынудили в этот Нарик пойти и заверить документы. А потом она пошла в Нарик, перевела документы, заверила, то есть ей уменьшили на несколько уровней. И оказалось, что она в этом садике была все равно, то есть несмотря на понижение на несколько уровней по сравнению с тем, что в Латвии было, она все равно была самым высоким подтвержденным образованием в этом садике. Во-первых, они взяли ее сертификат, переведенный, поставили на видном месте перед родителями и слегка загнули цены выше для всех родителей. А во-вторых, она сама поняла, что она достойна больше и пошла в другое место, нашла работу за большие деньги. Такая история успеха, наверное. Да, то есть, притом, я бы сказал, вынужденного успеха. То есть ее хотели, ну, не знаю, как сказать, зачморить, что ли. Иди отсюда, девочка без образования. Да, у девочки оказалось образование выше, чем у воспитателя, основавшего эту школу. Ну, садик.